Центр коррекционно-развивающего обучения «Стимул» был создан в 1988 году. За более чем 20 лет здесь получили помощь сотни детей с нарушением речи, слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата. Сегодня здесь на регулярной основе получают бесплатную поддержку специалистов 197 несовершеннолетних бричан с инвалидностью. Центр «Стимул» заменяет для таких детей обычную школу. Разница лишь в особенном подходе преподавателей. Обучаются дети, как я уже сказала, в течение 9 лет, поэтому в основном наши дети заканчивают курс обучения в Центре «Стимул» в 17 лет. Потом они переходят обучаться дальше, получать уже помощь в учреждениях социального обслуживания населения. В нашем коллективе работает 19 педагогических работников. Хочу похвалить наш коллектив. У нас он достаточно зрелый, достаточно опытный. 11 педагогов нашего центра имеют высшую квалификационную категорию. И стаж работы более 15 лет в системе образования. И в частности в работе в системе специального образования. То есть имеют достаточный опыт работы с особенными детками. Поэтому и результативность у нас достаточно хорошая. Качество такой всесторонней помощи оценивают в первую очередь родители детей с особенностями развития. Ведь многим из них «Стимул» подарил настоящую надежду на будущую полноценную жизнь малыша. И «Стимул» жить дальше, несмотря на диагноз. Моей дочке три годика, три года и месяц. Занимаемся второй год в «Стимуле». Обратились в связи с тем, что у ребенка синдром Дауна. И, конечно же, детям особенным нужна дополнительная поддержка, помощь и занятия регулярные. Очень довольны этим центром. Потому что, конечно, бесплатную поддержку сейчас оказать, детям получить очень сложно. А все остальное стоит безумно дорого. А детям с особенностями надо регулярное, постоянное занятие с хорошими профессионалами. Заметили какие-либо результаты за это время? Конечно. Моя девочка отстает практически только в разговорной речи. Она за три года очень хорошо, согласно своему развитию, полностью, абсолютно, как-то, если правильно сказать, соответствует детям трехлетнего возраста. В частности, здесь также развита схема ранней комплексной помощи детям до трех лет с нарушениями речи и другими небольшими отклонениями в развитии. В систему ранней комплексной помощи нашего центра включаются занятия различных специалистов. Это занятия учителя-дефектолога, педагога-психолога, инструктора лечебной физкультуры. У нас также есть врач-невролог и есть медсестра по массажу. Поэтому мы уже качественно можем оказывать всестороннюю помощь ребенку раннего возраста. Это и развитие речи ребенка, и развитие познавательной деятельности, и коррекция двигательной сферы детей, и просто эмоциональное развитие ребят. Аналогичную помощь детям раннего развития предлагают десятки частных организаций города за круглую сумму. Однако эти специалисты, дефектологи и логопеды в конечном итоге могут вас разочаровать. А мамы и папы за месяцы занятий так и не дождаться заветных первых слов у малыша. Потому преподаватели стимула призывают брещан не кидаться в крайности, а воспользоваться бесплатной помощью коррекционно-развивающего центра. Но есть одно но. Такая услуга оказывается лишь жителям Ленинского района города. Мы призываем родителей не ждать, когда же наконец доступит тот момент, когда ребенок спонтанно начнет говорить. Может он доступит очень поздно. Поэтому самим интересоваться, обращаться в поликлинику по месту жительства, потому что с врачами родители контактируют чаще, чем с педагогами. Поэтому интересоваться в поликлинике. Там есть даже наши стенды, на которых прописана интересная информация о развитии детей, о наших контактах, когда к нам можно подойти. В принципе, все доступно. Позвонили по телефону, записались на прием и мы будем ждать. В нашей стране активно создаются условия для социализации людей с ограниченными возможностями и улучшения качества их жизни. Проявление доброты, милосердия, заботы. По такому принципу работают все социальные службы и учреждения Бреста. И стимул не исключение. Поэтому для родителей особенных детей этот коррекционно-развивающий центр – настоящий шанс на светлое и счастливое будущее маленького человечка.